Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я хочу рассказать про методическую поддержку учителя при работе с оборудованием ПАСКО. Меня зовут Петрова Мария Арсеньевна. Я начальник методической службы компании «Полимидия». Итак, мы знаем с вами, что эффективный способ организации учебного процесса предусматривает систематическое применение проектно-исследовательского метода в обучении. Для того, чтобы этот метод применять, необходимо организовать некое исследование на уроке. Чтобы это исследование было успешным, необходимо, конечно, замотивировать учащихся. Что мы хотим с этим предложить? Мы хотим обратить ваше внимание на то, что образование STEM на самом деле идеологически это создание научных и практических лабораторий для школьников не только в школах, но и в доп. образовании. Чтобы создать возможность учащемуся принимать участие в самостоятельном экспериментальном исследовании, вот эта STEM-идеология была и создана в России. Что же предлагает компания «Полимидия», чтобы реализовать вот этот STEM-подход в школах? Чтобы в каждой школе была своя физическая, нормально оснащенная лаборатория. Мы предлагаем комплексное решение для оснащения лабораторий и физики, и химии, и биологии, и в том числе начальной школы. Что означает комплексное решение? Комплексное решение, с нашей точки зрения, означает поставка, конечно же, лабораторного оборудования. Того, с чем учитель будет проводить физический, химический, биологический эксперимент. До оснащения этого лабораторного оборудования цифровыми лабораториями. И, конечно же, поставка методических материалов по всем вот этим учебным предметам. То есть, учителю необходимо дать некий инструментарий в руки. Как мы будем комплектовать? Как пример вот такой вот комплектации? Конечно, мы пойдем от образовательной программы дисциплины. Мы пойдем от базы учебного плана и от перечень базовых экспериментов. Подойдем к подбору полного набора лабораторного оборудования. Потом подойдем к комплектации цифровыми датчиками по желанию учителя. И, конечно же, при полномерной, поломасштабной методической поддержке по каждой учебной дисциплине. Посмотрите, пожалуйста. Это примеры лабораторного оборудования для изучения механики. Она очень большая в том плане, что очень содержательная. Она изучает не только силы инерции, но и позволяет изучить закон сохранения энергии. Включает в себя машину от воду, систему для изучения баллистики, для определения гравитационной постоянной и прочей вещи. Дооснащается датчиками и, соответственно, позволяет решить многие базовые эксперименты по физике. Лабораторное оборудование для изучения геометрической и физической оптики. Это завершенные решения, которые включают в себя не только лазерную систему, позволяющую изучить и измерить скорость звука. Включает в себя микроволновой интерферометр, набор для изучения фотоэлектрического эффекта и прочие необходимые в школе вещи. Мы пошли, что же сделано было, чтобы решить третий вопрос. Третий вопрос оснащения и учебного процесса методическими материалами. Мы пошли по пути сначала масштабной работы по адаптации оригинальных авторских материалов ПАСКО. Что же сейчас уже сделано? Уже закончена верстка. 19 лабораторных авторов биологии, 18 физических экспериментов, 12 химических опытов, 6 экспериментов по географии и 4 опыта по окружающему миру. Эти все работы провели наши методисты и наши учителя практики. Они сделали и обработали авторскую презентацию в формате ППТ и формате СПК и подготовили полностью готовый сценарий учебного занятия. То есть это материал для учащегося, это готовый сценарий работы. А также они написали методические рекомендации для учителя, обработали, адаптировали цели, предметную область, планируемые результаты ПАВГОС, базовые понятия умений, используемые оборудованные материалы, примеры результатов, контрольные вопросы. То есть все, что необходимо учителю для организации экспериментальной деятельности на уроке. Пример методических рекомендаций для учителя по физике. Пример методических рекомендаций для учителя по биологии. Посмотрите, это пример уже готовых сценариев лабораторных работ. Это сценарий по биологии на тему осмос. Это сценарий по биологии на тему буферные растворы и ПАЖ живых организмов. Это сценарий по географии. Я хочу обратить Ваше внимание на подробную карту инсоляции нашей страны, которая приведена в этой работе. Много интересных вопросов позволяет изучить оборудование Пасха даже и по географии. Составление карты морского дна. Интереснейшие работы по географии позволяют использовать инструментарий там, где, казалось бы, раньше это было сделать невозможно. Излучение как вид тепловередачи. Это физика. Изучение эзотермического процесса. Физика. Ключевой вопрос следующего сценария. Это исследовать модуль вектора магнитной индукции как функцию расстояния. Работа углубленного уровня 11 класса физика. Излучение как вид теплопередачи. И кислотно-основное тетрирование. И как вы понимаете, я смогла показать только отдельные слайды из достаточно большого, полностью законченного методического материала. После этого, после проведения шестой конференции, возник вопрос у учителей, которые присутствовали на этой конференции. А как же быть нам? Ведь нам нужны методические пособия для работы с оборудованием ПАСК и ПАВГОС. Нам нужно то, что составляет ядро нашего образования. Наши базовые эксперименты. Соответствующие УМК. Соответствующие примерным программам по предметам. Поэтому такую работу по созданию методических пособий мы уже начали. В конце октября эта работа должна быть закончена. Сейчас сформирован коллектив авторов методистов-предметников из Москвы, Томска, Рязани, Гачина и Пскова, которые приступили к написанию, получили техническое задание. Он, этот материал, будет ориентирован на изучение предмета окружающей мира технологии в начальной школе и базовый уровень изучения биологии, химии, физики, географии в основной и старшей школе. Я подчеркиваю, мы попытаемся закрыть базовый уровень изучения в основной и также старшей школе с оборудованием ПАСК. Как будет выглядеть планируемая структура методических пособий по предмету? Я привела предмет в физику как пример. Например, методические пособия по физике будут в двух видах. Учебные материалы для обучающихся и методические рекомендации для учителя. Учебные материалы для обучающихся делятся на два уровня. Учебные материалы для фронтальных и лабораторных работ – базового уровня и учебные материалы для учебной исследовательской и проектной работы. Как вы понимаете, углубленный уровень. Медодические рекомендации для учителя соответствуют этим двум уровням, то есть рекомендации для организации урочной экспериментальной деятельности и рекомендации по организации проектной и учебно-исследовательской деятельности в школе. Обороты Непаска предоставляют достаточно широкие возможности для того, чтобы организовать внеурочную деятельность. Вот, посмотрите, пожалуйста, образцы расширенных наборов по изучению различных нагрузок в конструкциях, которые можно сделать в внеурочной деятельности, в проектной деятельности, в учреждении дополнительного образования, которое предлагает Паска. Оно позволяет не только реализовать программы доп. образования, но также нацелить учащиеся на какие-то профориационные вопросы заранее. Вот, пожалуй, все, что я хотела рассказать про методическую поддержку учителя.